Добрый день, коллеги! Рада вас всех приветствовать. Еще больше меня радует то, что у нас есть новенькие в нашем треке вебинары, посвященные новинкам издательства Директ Медиа. Это наш первый вебинар в 2020 году. Я вас поздравляю с наступлением этого года. Ваши плюсики не только говорят о хорошей связи, но и поддерживают нас, поэтому ставьте, как меня слышно, видно и все ли в порядке. Отлично! Спасибо большое! Начинаем! Итак, в январе наше издательство подготовило книги по следующим дисциплинам и специальностям. Лесное дело, дендрология, экология, физика, бухгалтерский учет, строительство, экономика, история России, право и многим другим. Также мы пополнили наши тематические коллекции книг из фонда золотой научной классики. Переходим непосредственно. По дисциплинам, специальностям, направлениям дендрологии, экологии подготовлен дендрологический атлас. Это прекрасно проиллюстрированный атлас. Расскажет он об основных семействах, родах и видах древесных растений России. Издание адресовано студентам средних специальных образовательных учреждений, обучающихся по направлениям лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство. И также для студентов высших учебных заведений по направлениям лесное дело, экология и природопользование, ландшафтная архитектура. Вот такое замечательное издание вышло в нашем издательстве в январе. По физике, а также электричеству и магнетизму вышло научно-популярное издание «Шаровая молния. Глазами очевидцев». Научно-популярные издания мы выпускаем редко, но и самые интересные. В этой книге приведены фактические данные о наблюдениях в естественных условиях малоизученного и опасного природного феномена шаровой молнии. Очевидцы иллюстрируют наиболее редкие свойства шаровой молнии. Такие как способность проходить через оконные стекла, не оставляя следов и отверстий, вызывать у людей ожоги на коже под одеждой, зажигать выключенные электролампочки, вызывать теле- и радиопомехи, проникать в закрытые помещения и тому подобные вещи. Те самые, которыми нас пугали родители в детстве, тем не менее, это на самом деле все есть. На основе статистического анализа нескольких тысяч описаний составлен портрет средней шаровой молнии. Найдены корреляционные зависимости между различными ее свойствами. Применение данного издания осуществляется в рамках обычного курса математической физики. Книга рассчитана на физиков, но будет интересна и широкому кругу читателей. Студентам среднего профессионального образования, обучающимся по дисциплине теоретические основы бухгалтерского учета и преподавателям средних специальных образовательных учреждений адресовано учебное пособие теоретические основы бухгалтерского учета. В нем изложены теоретические аспекты и базовые принципы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Важно отметить, что в данном пособии авторам учтены все изменения, происходившие в последние годы в нормативно-правовой базе. Обращаю ваше внимание, что книги для среднего профессионального образования у нас имеют серийную обложку, они узнаваемы по своему оформлению, дизайну. Тем не менее, я, конечно, буду говорить, для кого они еще подойдут. И переходим к следующему изданию. По градостроительному проектированию вышло учебное пособие. В наш век многоэтажек и небоскребов будет небезынтересно вернуться в прошлое и познакомиться с особенностями, спецификой и условиями строительства малоэтажных домов. Учебное пособие расскажет о массовой реновации кварталов четырех-пятиэтажной застройки 50-60-х годов в 20 веке и особенностях отечественного и зарубежного формирования поселений с малоэтажной застройкой. Подготовлено оно для учебных заведений строительного и архитектурного профилей. По экономике вышло учебно-методическое пособие эконометрика. Это учебно-методическое пособие адресовано бакалаврам и студентам средних профессиональных образовательных учреждений экономических специальностей. Представляет собой краткий курс лекций по основным темам учебной дисциплины эконометрика. Контрольные вопросы, задачи, тесты по всем темам будут полезны при самостоятельном изучении этой дисциплины. По праву Российской Федерации вышла книга «Перспективы развития российского государства и права в 21 веке». Это монография, и ее автор в своем исследовании провел глубокий анализ функционирования современных российских государственной и правовой систем в их тесном взаимодействии, во влиянии друг на друга, оценив при этом перспективы их развития. Представленная монография, безусловно, актуальна, и в силу того, что вопрос об эффективной деятельности государственных органов и правового регулирования оставляет желать лучшего, и, следовательно, он остается открытым. В серии «Историки без цензуры» сделаю небольшую ремарку. Мы регулярно пополняем эти серии редкими книгами, где-то довольно давно уже забытыми. Поэтому они не только актуальны, они просто бесценны. Так вот, в серии «Историки без цензуры» вышла книга «Начертание русской истории». Автор этой книги – крупнейший представитель концепции евразийства Георгий Владимирович Вернадский. Предлагаемая новинка издательства – это работа Вернадского «Начертание русской истории» – стал своеобразным фундаментом для развития теорий последователей евразийства. Книга охватывает огромный период истории Евразии от гунов до большевиков. Посвящена большей частью истории русского народа. Она будет интересна всем, кто увлечен российской историей. В этой же серии вышла книга «Император Николай I» и «Военный заговор» 14 декабря 1825 года. О восстании декабристов мы знаем еще со школьных учебников. Узнать больше и понять ход событий, проследить его и последствия, которые могли в корне изменить российскую историю, поможет книга российского историка и публициста Михаила Валерьяновича Зызыкина. Впервые эта книга была издана в Буэнос-Айресе в 1958 году. Она адресована всем интересующимся историей. Книга этого же автора «Царская власть и закон о престолонаследии в России». В данном исследовании рассмотрен вопрос о престолонаследии в России. Эта книга будет интересна всем интересующимся правовыми аспектами в истории российского самодержавия. Продолжаем пополнять эту же серию «Историки без цензуры». В работе русского историка Веретенникова представлен авторский взгляд на историю генерал-прокуратуры. Она была учреждена Петром I в 1722 году. Описываемый период относится большей частью к Екатерининской эпохе. Исследование основано на архивных материалах. Также предназначено для всех интересующихся русской истории и истории органов прокуратуры. Серия «Мемуары замечательных людей». Одна из самых успешных наших серий для читателей. Это книга Евгения Ляцкого о жизни и творчестве автора знаменитого романа «Обломов». Неоднократно переиздавалась, получив высокую оценку у исследователей творчества Гончарова. В предлагаемом третьем издании «Критика биографических очерков», вышли они в 1920 году в Стокгольме, Ляцкий акцентирует внимание на роли личного элемента в произведениях художника и преобладании субъективного элемента в творчестве Гончарова. Всем интересующимся историей и культурой Древнего Востока, думаю, будет важно не пропустить вышедшие в нашем издательстве шесть выпусков, раскрывающих тайны культуры Древнего Востока. В серии «Культурно-исторические памятники Древнего Востока». Эта серия содержит переводы наиболее важных произведений письменности Древнего Классического Востока. В первый выпуск, я поместила в презентацию только обложку первого выпуска, они имеют серийный характер. Так вот, в первый выпуск вошел перевод свода законов Вавилонского царя Хамурапи, созданный им приблизительно в 1750-х годах до н.э. и являющийся одним из древнейших законодательных памятников. Во втором выпуске представлен перевод папирусов, найденных при раскопках в западной части древнего города Элефантины. Эти арамейские документы относятся к персидской эпохе, хронологически заполняя собой почти все V столетие до Рождества Христова. Их огромное культурно-историческое значение бесспорно, потому что найденный материал изображает быт, судьбу иудейской колонии в Сиене и на Элефантине. В третьем выпуске представлен перевод папирусов, относящихся ко второй половине эпохи Среднего Царства. Представляет собой рассказ придворного египтянина, его внутренние переживания, бытовые зарисовки. В общем, крайне интересный выпуск. Четвертый выпуск. Вообще, еще два столетия назад считалось, что в Древнем Египте вовсе не существует поэзии и изящной литературы. Но открытие целого ряда священных рукописей жрецов опровергло это мнение на корню. Подтверждение тому повесть о двух братьях, вошедшей именно в четвертый выпуск этой серии. Пятый выпуск посвящен фиванской религии, состоит из ряда самостоятельных очерков. Шестой выпуск в этой серии посвящен фиванской религии в эпоху XVIII династии, центром культуры которой был бог Амон. Он покровитель фараонов, источник военных успехов в Древнем Египте. Серия уникальная, интереснейшая. Вообще, к древним царствам Египту интерес и в нашей стране, и вообще в мире он никогда не угаснет. И поэтому мы с удовольствием представляем вам целую серию уникальных книг. Относящиеся к истории книги продолжаем выпускать. Работа выдающегося русского историка и социолога Николая Ивановича Кореева «Введение в курс истории древнего мира». По замыслу автора, эта книга должна была способствовать популяризации исторической науки и содержала главные исходные пункты будущих лекций автора по данному вопросу. Она была издана в Варшаве в 1882 году. На вопросы отвечу чуть позже, обязательно вернусь. Эта книга будет полезна для всех интересующихся историей древнего мира и литературой античности. Вы видите, что здесь касается Греции и Рима. Книга уникальная, интереснейшая. Но еще более интересной представляется одна из последних нашей коллекций под серией «Российское казачество». Внимание читателей, издательство подготовило фундаментальный труд военного историка, бывшего полковника Домского казачьего войска Андрея Андреевича Гордеева. Этот выпуск посвящен истории российского казачества. Все части издания гармонично сочетают в себе исследования, воспоминания, размышления и документальные материалы. Делают издания по-настоящему информативным и увлекательным. Огромная работа, проделанная автором, откроет неизведанные страницы истории казачества. И, конечно, истории всей России, неопъемлемой частью которой казачество являлось на протяжении многих веков. Важно отметить, что, по мнению ряда специалистов, эта работа может считаться настольной книгой участников движения «За возрождение казачества». Такие движения не только в нашей стране начинают образовываться в последнее время, но они были гораздо раньше за рубежом. Это понятно, иммиграция. Тем не менее, мы очень рады, что эта часть нашей истории возрождается. Она содержит уникальные моменты быта, мировоззрения казаков. Очень интересные книги в этой серии предлагаем читать и в электронном, и в печатном виде. Вот, январь месяц короткий, поэтому по новинкам все. Однако приоткрою завесту тайны издательского плана на февраль. Расскажу о нескольких книгах, которые планируются к выпуску в феврале. Начнем с долгожданной книги. Это увесистый том. Будет две части этой книги. «Грамматика немецкого языка. Теория и практика». Первая книга содержит теоретическую грамматику. Это учебник. Он представляет собой полный теоретический курс грамматики современного немецкого языка. Включает в себя 20 тысяч примеров употребления, иллюстрирующих морфологические и синтаксические нормы современного немецкого. Все примеры употребления грамматических явлений взяты из аутентичных источников, отражают современное состояние немецкого языка. Этот учебник предназначен для углубленного изучения немецкого языка на всех этапах, от начального до продвинутого. Может быть использован как преподавателями и студентами вузов, так и учащимися школ и гимназий. Для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык, самостоятельно он также подойдет. В этом году мы планируем выпуск и второй части. Она будет содержать практические задания. Вот представляю вам вид этого будущего учебника. Здоровье человека – основная цель пробовой охраны окружающей среды. Эта монография планируется к выпуску в феврале. Жизнь и здоровье являются наивысшей целью и ценностью, но вряд ли можно найти что-либо более уязвимое и хрупкое в нашем мире, чем жизнь и здоровье людей, населяющих нашу планету. Автором этой книги преследовалась цель изучения проблем, связанных с обеспечением комплексной правовой охраны здоровья граждан, подвергающихся негативному воздействию экологически неблагоприятной окружающей среды. Кроме того, что в работе исследуется проблема, связанная с применением охранительных и конденсационных мер, предусмотренных действующим законодательством, также рассматривается юридическая ответственность за причинение ущерба здоровью граждан экологическими правонарушениями. Не устаю повторять, что мы стараемся ежемесячно пополнять нашу базу книгами по экологии. Эта тема очень актуальна, и новинки можно делать регулярно, потому что исследования сейчас настолько масштабированы, эта тема интересна, и, конечно, мы рады, что мы в эту волну попадаем своевременно. Запад знакомится с Востоком. Представление средневековых европейцев о восточных народах. Данное учебное пособие посвящено одной из самых актуальных в научном, историко-культурном и даже политическом планах теме. Взаимоотношением, взаимным представлением двух крупнейших средневековых цивилизаций Латинской Европы и Мусульманского Востока. Аналогичных изданий в нашей стране еще не выходило, хотя отдельные темы рассматривались в разных учебных пособиях. Данное пособие принципиально отличается тем, что опирается на широкий фактический материал по истории взаимоотношений средневековой Европы и ислама, и те наработки, которые сделаны в историко-культурной и исламоведческой литературе. Кстати, вот еще отношением и вообще представлением исламоведческой культуры мы планируем в этом году издание интереснейшего перевода с немецкого языка. В Европе оно популярно в связи с тем, что население там меняется по своему составу, и мусульманскому миру уделяется все больше внимания, поэтому следите за нашими анонсами. Очень скоро, надеюсь, мы будем рады представить вам эту новую книгу, перевод Томаса Бауэра. Основы начертательной геометрии, перпендикулярность геометрических элементов. Начертательная геометрия является одним из разделов геометрии, в котором пространственные объекты, представляющие собой совокупность точек, линий и поверхности, изучаются по их проекционным отображениям. Решение задач способом начертательной геометрии – это решение задач графическим путем. В основу учебного пособия положены принцип четкого и краткого изложения учебного материала, иллюстрации излагаемого материала пространственными наглядными чертежами, а также подкрепление материала задачами различной сложности. Вы заметили, что у нас нет тематики педагогики или математики во всех издаваемых книгах. Мы стараемся затронуть самые разные темы, дисциплины, направления, Поэтому очень рада, что вы умеете переключаться между темами и перескакивать с русского истории на сложнейшую геометрию, физику, экономику. Тем не менее, продолжаю дальше и дальше книга по русскому. Видим оформление для среднего профессионального образования. Это книга «Русский язык. Раздел морфологии. Учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей». Данное пособие поможет успешно освоить раздел «Морфология», который традиционно входит в вузовский и школьный курс русского языка. Занимает важное место в профессиональной подготовке учителя начальных классов. Учебно-методическое пособие направлено на формирование научного лингвистического мышления студентов, так как знакомит обучающихся с современной научно-теоретической интерпретацией языковых явлений, отечественными лингвистическими традициями и основными достижениями современной лингвистики. Вот по анонсу таких научных, учебных книг все. Однако, хотела бы вам сообщить, что в этот юбилейный для нашей страны год, год 75-летия годовщины Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наше издательство выделяет отдельную коллекцию, линейку книг, посвященных этому периоду в жизни нашего народа. В коллекцию обязательно войдут следующие книги. Некоторые из них я уже представляла вам на вебинарах, например, «Потери населения». Вкратце расскажу о каждой. Известнейшая книга советского историка Александра Моисеевича Некрича анализирует причины войны Германии с Советским Союзом. Его точка зрения идет вразрез с общепринятыми взглядами. Книга вышла в 65-м году прошлого века, в 67-м она уже попала под запрет в Советском Союзе. Автор рассказывает об отношении Сталина к национал-социализму 1933-1934 годов. В советско-германских отношениях 1939-1941 годов приводит факт неподготовленности Советского Союза к нападению фашистской Германией. Следующая книга из истории Второй мировой войны. Эпизоды. Это книга очерков, посвященных отдельным проблемам и эпизодам Второй мировой войны. Она включает подборку текстов, в основе которых положены авторские соображения, предлагаемые в качестве ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы от продвинутых студентов. Работа предназначена как для профессиональных историков, так и для всех интересующихся событиями крупнейшего вооруженного конфликта прошлого века. Этот конфликт поделил нашу историю на две части. Весь период новейшей истории. Поэтому не уделять этому внимания было бы просто преступлением. Книга «Крах операции Тайфун. Историческое исследование». Эта книга рассказывает о решающей операции Великой Отечественной войны и открывает неизвестные страницы начала Московской битвы. На основе многочисленных архивных материалов, воспоминаний очевидцев и других документальных источников автор воссоздает панораму событий зимы 1941 года, героической обороны столицы СССР и краха операции Тайфун. Эта книга, небольшая ремарка, она одна из самых продаваемых и в 2019 году, и сейчас в московских книжных магазинах, допустим, МДК на Арбате и сети «Читай город». Они с удовольствием закупают. Это говорит об интересе народа к страницам нашей истории, и мы рады представлять вот такие интереснейшие книги, исследования на архивных материалах, которые не публиковались. Следующую книгу представляю вам. Это «Неизвестная об известном». Опять же, отсылка к непубликуемым еще материалам. «Московская битва. Факты и мифы». Это научно-популярное издание. По сей день люди помнят подвиги наших героев, наших отцов, дедов, совершенных во времена Великой Отечественной войны. Помнят частное и общее, отдельных людей и объединение народа для единого рывка. И хотя большая часть этих подвигов покрыта мраком ушедшего времени, есть еще несколько, о которых стоит упомянуть. Читателю предлагается проследовать за автором по страницам предлагаемой книги в поисках истины, в самые темные уголки памяти, чтобы узнать что-то новое, а, казалось бы, уже давно очевидных вещах. Уже говорила о книге «Потери населения СССР в 1937-1945 годах. Масштабы и формы. Отечественная историография». Эта монография современная, буквально пару месяцев назад выпущенная нашим издательством, она посвящена советской и современной российской историографии, масштабов и формы репрессий и потерь населения СССР в 1937-1945 годах. Это исследование рассчитано на специалистов по советской истории и отечественной историографии, а также на всех читателей, интересующихся эпохой сталинизма. В коллекцию подборку по Великой Отечественной войне мы добавили хрестоматию по истории Великой Отечественной войны. Она включает в себя документы и директивы командования с обеих сторон, мемуарные документы, а также отрывки литературных произведений, рассказывающих о событиях 1941-1945 годов. Хрестоматия предназначена для самостоятельной работы студентов, наверное, тех, которые продвинуты, студентов техникума, техникумов использования на уроках для организации внеаудиторной работы, может использоваться школьниками, изучающими историю Великой Отечественной войны, преподавателями, ну и всеми, кто интересуется историей. Книга «Передовая красной звезды. Редакционные статьи периода Великой Отечественной войны». Я ее принесла показать вам. Это вот такая наша традиционная обложка в сине-красных тонах. Книга довольно внушительная. Что же она содержит? Она содержит редакционные статьи в период Великой Отечественной войны для главной армейской газеты «Красная звезда». Эти статьи приобрели особую значимость. Необходимо было в краткой и емкой форме передать то, что волновало больше всего в данный момент не только саму редакцию, но и бойцов, их командиров, находившихся порой в сложной фронтовой ситуации. Необходимо было найти такие слова, чтобы они мгновенно вдохновили воинов, настроили на отпор врагу, вселили в них уверенность в своих силах и достижение победы над фашизмом. Передовицы «Красные звезды» 1941-1945 годов, представленные в настоящем сборнике, убеждают, что журналистам издания решить эту непосильную, непростую задачу удалось в полной мере. Написанные в стилистике своей героической эпохи, они сейчас читаются очень легко, грустно, мотивирующе. Книга будет полезна студентам и аспираторам исторических факультетов вузов, а также представляет интерес для всех интересующихся историей Великой Отечественной войны. Книга «Военная история России», я говорила о ней на нашем вебинаре декабрьском. Это издание охватывает военную историю России с древнейших времен и до наших дней. Автор в увлекательной форме, опираясь на богатый иллюстративный материал, рассказывает о военных сражениях, об организации и функционировании вооруженных сил, об оружии, военной технике, о выдающихся полководцах и повседневной жизни воинов. При этом прослеживается связь военного дела с экономикой, политикой, культурой государства. Книга адресована, прежде всего, конечно, юному поколению россиян, плохо знающему нашу ратную историю, но также будет интересно самому широкому кругу читателей, всем, кому небезразлично прошлое и настоящее нашей страны. Также мы в эту коллекцию, в эту подборку книг о Великой Отечественной войне включили классику произведений об этом периоде. Это и книги Симонова «Живые и мертвые», «Все части Фадеев», «Молодая гвардия» и «Гроссман за правое дело», «Жизнь и судьба» в двух частях. Не стало вам выкладывать обложки, эти книги знают все, они на слуху, и мы будем рады дать им новую жизнь в наших современных условиях. Вот, пожалуй, все. Что касается всех книг, которые я сегодня перечислила, и вообще все книги нашего издательства, конечно, их можно приобрести не только в электронном виде, но и в печатном. Был такой вопрос. В печатном виде можно приобрести в книжных магазинах, и книжные магазины выбирают сами, что предоставлять. В интернет-магазине нашего издательства можно приобрести напрямую, кстати, без магазинных наценок. Эти книги, мы их и доставим, и вы можете за ними сами приезжать, если находитесь в Москве. Все новинки мы публикуем на нашем сайте. Он сейчас приобрел новый интерфейс, стал интереснее, красивее. Также мы рассказываем о новинках в наших соцсетях. Это Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. В Фейсбуке мы стараемся соблюдать тематические рамки. Это книги в основном по истории, философии, психологии. И вот те книги, которые содержатся в уникальных коллекциях. Из фонда «Золотой научной классики». В ВКонтакте мы также размещаем наши новинки и информацию о следующих вебинарах. Я очень надеюсь, что вы придете, и я вам расскажу о том, чем мы занимались в феврале, чем мы готовы порадовать нашего читателя. Наши контакты я вам на последнем слайде всегда размещаю. Скачивайте себе эту презентацию, возвращайтесь к книгам, к хорошим книгам. Мы будем очень благодарны за ответные отзывы. Что бы вам хотелось увидеть, что не хватает в вашей библиотеке, вузу, вам лично. Мы очень рады иметь такую обратную связь, потому что это помогает чувствовать себя на единой волне с нашим читателем, с нашими студентами, с нашими учащимися, коллегами, педагогами. Надеюсь, что вам было сегодня интересно. Если есть какие-то вопросы, задавайте в чате. Я готова в ближайшие несколько секунд на них ответить. Если же вы довольны и больше вопросов нет, то я с вами прощаюсь и встречусь с вами через месяц и расскажу о самых интересных книгах нашего издательства. Продолжение следует...